На прошлом занятии мы закончили на том, что мы разобрали такую прекрасную штуку, как алгоритм поиска инверсии в массиве на основе мертв сорта, и таким образом закрыли основную часть темы про алгоритмы парадигма-дивайдинг-пантера. Сейчас мы перейдем к следующим нашим разделам, он будет не очень большой, но достаточно важный. И говорить мы будем о так называемых алгоритмах на основе рандомного выбора, основе выбора случайного числа. Сразу немножко про то, как мы это дело будем анализировать. В данном случае речь пойдет не о худшем времени работы алгоритма, потому что в подавляющем большинстве случаев худшее время работы алгоритма будет плохое. Если судьба распорядится так, что мы будем попадать в плохие случаи, мы будем утыкаться в достаточно неприятную эффективность. Поэтому говорить будем о среднем времени работы, и среднее время работы будет как раз целевым. Поскольку речь пойдет все-таки о случайных числах, надо будет понимать, что такое теория вероятности. То есть о том, что с какой вероятностью у нас происходит. Представления о базовых вещах из теории вероятности есть. Как эта вообще штука работает? Ну, совсем такие базовые. Ну, то есть, что вообще такое вероятность события? Понятно? Ну, такие базовые события. Ну, да, что у нас есть там N исходов. У нас есть, допустим, кубик с шестью гранями. Вероятность того, что нам выпадет 2, соответственно, 1 шестая. Правильно? Вот, вероятность того, что нам выпадет 2 или 3, соответственно, сколько? Это 1 третий, да. А вероятность того, что нам подряд выпадет 2, потом 3. 1 шестая, может, на 1 шестая. На 3 шестая, да. Ну, такие совсем базовые вещи. Ну, понятно, что там это работает на независимых событиях перемножения. Ну, короче, в общем представление есть. Я думаю, что нам этого карта, если не хватит, будем отдельно что-то проговаривать. Сейчас мы начнем с одного, пожалуй, из самых-самых-самых важных базовых алгоритмов. Алгоритм был придуман американским ученым в процессе его работы в Московском государственном университете в 1960 году. И алгоритм касается все той же самой задачи – отсортировать массив данных. Вот. Да. Можно немножко автор, пожалуйста? Да. Каким образом эти ученые придумывают эти алгоритмы? Каким образом ученые придумывают алгоритмы? Конкретно алгоритм, о котором мы сейчас будем говорить, он был придуман ученым в процессе попытки улучшить время работы bubble-сортов с сортировки пузырьком, который, по сути, является квадратичной сортировкой, то есть крайне неэффективной. Это очень забавная вообще ситуация, то, что попытка улучшить один из самых неэффективных алгоритмов сортировки привела к рождению одного из самых эффективных алгоритмов сортировки. Вот. Это такое завонное сопоединение. Как это придумывается, то есть, вот, ну, человек начинает решать задачу, вот, что можно сделать лучше, как можно подойти еще к этой задаче. Вот. Сортировка называется… Блин, только бы не ошибиться сейчас. Она же вот так вот пишется, да? Квик. Я не уверен в это. Настально. Да, называется она… Сейчас я проверю написание, а то мне будет стыдно, это все пишется на видео и вообще. Ну, я проверю. А по-русски? Быстрый сортировка. Просто как их называют? На четыре. Да, квиксорты. Не, не ошибся. Очень часто на форумах, в литературе и так далее она пишется вот просто вот так вот, квиксорт. Поскольку так называется, собственно, метод стандартной библиотеки C, который ее реализовывает. Вот. В чем глобальная идея сортировки квиксорт? А давайте мы возьмем и положим каждый элемент на его место. А потом сделаем ровно то же самое с оставшимися элементами. Как мы это сделаем? Давайте разберем сначала самую вероуровневую структуру алгоритма. Мы выбираем один элемент, который называется, соответственно, пайлот или опорный, который, вокруг которого мы, которым, собственно, будем вставить на свое место. В смысле, здесь некий массив, там, 0, h, n. Вот. Вот мы выбрали некий опорный элемент. Теперь давайте все элементы, которые меньше этого, поставим в дочку. Все элементы, которые равны, мы поставим рядом с ним. Все элементы, которые больше, мы поставим после него. То есть, грубо говоря, разделим массив на три части. Это элементы меньше нашего опорного элемента, элементы равны опорному элементу, элементы больше опорного элемента. На самом деле, в большинстве прикладных реализаций Физеризации все-таки делятся на две части, потому что так просто удобнее использовать. И делим на, соответственно, те, кто в рары меньше и которые больше либо равны. Итак, мы это будем делать. Вот. Ну, как нам взять и разделить массив на две такие чудесные части? Ну, поочередно сравнить. Мы проходим, ставим здесь индекс L, здесь индекс R. L, соответственно, значительно равен 0, R равен N-1. Дальше мы их начинаем двигать друг к другу навстречу. Мы проверяем, что элемент, находящийся на L-индексе, меньше, чем опорный элемент. Элемент, стоящий на R-индексе, больше, чем опорный элемент. Соответственно, если равенство не совпало, мы берем, перекидываем элемент сюда. За вторую половину. Соответственно, под индекс там они подходили. Двигаемся дальше, до тех пор, пока L и R не станут равны. Соответственно, мы получили две части массива. Про эту часть заранее известно, что она строго меньше, чем окатая. Про эту часть заранее известно, что она больше либо равна, чем окатая. Значит, дальше, если нам надо будет, ну, при дальнейшей сортировке перестановок между этими двумя частями, уже точно не будет. Потому что все эти элементы явно больше всех этих элементов. Ну, дальше мы пользуемся уже знакомым нам ранним механизмом и применяем ровно тот же алгоритм, к обоим частям. А что мы делаем с тем элементом на место, которое мы переносим из другой половины? Мы сдвигаем индексы. Раздвигаем индексы. Соответственно, что получается? Получается, что мы линейно взяли, прошлись по массиву и ушли в рекурсию. Разделили на две части. Соответственно, как только мы доходим до массива длины 1 или 2, то рекурсия на этом кончается. Соответственно, либо перестановка двух элементов, либо сохранение порядка. Понятно, что рекурсия рано или поздно закончится, потому что мы каждый раз уменьшаем размер выходных данных. Теперь, собственно, вопрос. Какова будет сложность этого алгоритма? Логан, наверное. Ну, на самом деле, конечно, нет. Ну, не будет. Логан. Давайте разберем. В каких случаях какая она будет. Если мы попадаем каждый раз в такой элемент, что он оказывается ровно посередине, то есть ровно там половина от оставшихся элементов меньше его, половина от оставшихся элементов больше его, то мы, получается, делим каждый раз примерно на равные части массив. Соответственно, у нас получается такое стандартное двоичное дерево рекурсии с равными данными. Мы даже можем в данном случае применить мастер-метод. и, о чудо, получить действительно n-логарифм n. Причем n-логарифм n значительно более с меньшим количеством памяти и по факту меньшим коэффициентом, чем у наш сорт. То есть в случае, если мы попали в хорошие данные и выбрали хороший опорный элемент, мы получаем алгоритм, который в самом лучшем случае работает ну за o от n логарифм n все те же, ниже которых мы не опустимся. Но коэффициент к этому n-логарифму n будет значительно меньше. И главное то, что мы все это делаем n-place. То есть мы не дополнительной памяти нам в данном случае не требуется вообще. Но это если мы используем структуру данных, которая позволяет ставку? Ну, которая... Ну, по сути, да. Ну, на самом деле, если мы... Если структура данных не позволяет ставку, мы можем менять элементы друг с другом местами вместо того, чтобы выставлять. Естественно, и перемещать тот индекс, который, собственно, был плохой. Который сместился в следующей проверке элементы. Если он был нормальный, он вернется обратно. Понятно, да? Вот, то есть даже если структура нам не позволяет вставку, мы можем совершенно спокойно обходиться ровно в той же памяти. вот. Но выбрать идеальный элемент, не зная сортированных данных, не представляется возможным, потому что элемент должен быть вот ровно в середине. поэтому мы его выбираем случайно, и если он идет, он работает цель скорости. Да. Вопрос, какая будет скорость в худшем случае, какой это в худший случай. Ну, это нам, получается, n раз нужно пройти, и в худшем случае нам еще надо будет n раз появить, получается, да? Ну, самый худший случай работы этого алгоритма, на самом деле, это если мы каждый раз выбираем самый маленький или самый большой элемент. потому что тогда наш массив будет делиться на массив длины n-1 и массив длины 0. То есть, по сути, каждый раз нам надо будет n раз линейно пройти данные, что, соответственно, как мы знаем, дает нам квадратичную сложность в самом худшем случае. То есть, по сути, алгоритм дает нам такой нефиговый разброс между самым лучшим случаем и самым лучшим случаем. Соответственно, наша задача это придумать стратегию, как мы будем выбирать этот элемент и объяснить, почему она будет работать. На самом деле, стратегия их не одна, но самая действительно правильная, как мы уже вынесли в тему и озвучили, это выброс случайного элемента. Это действительно работает. Вот. То есть, действительно, вероятность того, что получится логарифм n сложность, она будет очень высока. Ну, потому что у нас нет никакой информации, на основании которой мы могли бы получить этот выбор. ну, по сути да. Давайте подумаем, какие вообще у нас есть варианты, какие есть действительно плохие случаи, плохие входные данные, на которых, например, не будет работать выбирать самый первый элемент просто по порядку. Ну, если они уже отсортированы в данном направлении? Совсем действительно, если мы получили входные данные уже отсортированные, то наша сортировка будет занимать полностью квадратичное время. Вот. Действительно, очень плохие данные. Как можно бороться с этим? Ну, например, побороть в случае заранее отсортированных данных нам поможет выбор среднего элемента. Всегда. Выбор среднего элемента достаточно хорошая, на самом деле, тактика. И для того, чтобы подобрать данные, которые будут плохо работать с тактикой выбора среднего элемента, ну, надо быть врагом. Вот. Но, тем не менее, в этом случае враг, правда, может подобрать специальные данные, которые вот так вот нам не подают. Еще достаточно популярная тактика это был взять три элемента средний, первый, последний, выбрать между ними медиану. Вот. Отсортировать вокруг нее. Ну, соответственно, поместить медиану в середину, сортировать три элемента, поместить медиану в середину, и сортировать вокруг нее. Достаточно эффективный метод, на самом деле. Вот. Соответственно, хотим исследовать случай, когда мы выбираем рандомный элемент случайный. какой на самом деле вариант нас примерно устраивает. Куда нам нужно попасть, чтобы получилась достаточно хорошая эффективность. Мы хотим свести количество уровней, которые получатся на нашем большом деле минимум. Менимум это логарифм отель. Соответственно, надо придумать такую оценку сверху, чтобы соответственно у нас получилось тем не менее, ну пусть не у графического количества уровней, но нам по сути нужно вот столько уровней. То есть если у нас будет O от логарифма уровней, то мы победили. на каждом уровне мы проводим линейную работу. вот хочется подобрать именно такую оценку, чтобы число уровней у нас осталось достаточно 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 вас гриф точно. Так, а выходили в... Нет, нет. А, еще нет. Тогда давайте сейчас мы тогда закончим с с травмом нового члена нашего маленького клуба. Ну что, есть идеи. Самая оценка очень-очень хорошая с точки зрения теории вероятности. нам надо попасть в... Ай, господи, извините. Вот в эти 50%. То есть, на самом деле, у нас есть каждый раз половинный шанс попасть в хорошие элементы. Ну, если есть желание, можно попробовать раскрыть формулу вероятности, по которой получится на самом деле, если я не ошибаюсь, четыре троичных логарифма от n. В этом случае, а, как мы знаем, логарифм по любому основанию это большое, O, большое, двоичное логарифм, соответственно, константы мы сразу выкидываем. Ну и остается вполне себе логарифм. мы можем посчитать вероятность, с которой мы уложимся в логарифмическое время. Вероятность, с которой мы уложимся в логарифмическое время, она зависит от длины входных данных, в первую очередь, понятно, поэтому в подавляющем большинстве реализаций пиксорта промышленных используется некая оценочная функция на длину входных данных, если длина входных данных меньше порогового значения, используется мертв-сорт. То есть, как только она переходит к это пороговое значение, используется пиксорт. При достаточно больших n мы переваливаем, соответственно, за 99%. соответственно, опять же, с интересным можно найти формулу. Сейчас я просто не буду ее выводить, по той простой причине, что и так слишком много математики. Люди боятся. Вот. Собственно, вот такой вот чудесный алгоритм пиксорта. Настоятельно рекомендую реализовать. Вот. Настоятельно рекомендую Вот. на C++, на Python, на чем хочется. Очень помогает, дает хорошее представление о том, как это все работает. Вот. Соответственно, у нас новый, так сказать, слушатель. Вопрос, значит, сразу о базе. какая есть база вообще? Математика, информатика, на каком все это уровне? Что надо быстро рассказать, чтобы влиться? В принципе, ничего рассказывать не надо. Я только закончил бакалавра на информационную безопасность. Первые два года учился на КТ. в принципе, что мы тут делаем. Просто хотел бы освеживать память. Окей. Замечательно. Тогда, значит, соответственно, если это инфрационная безопасность в КТ, ну, хорошо, значит, бакалнотейшн это все понятно. не надо вникать. Соответственно, то, что было на текущий момент на курсе, это, ну, по сути, закончили только что divide and conquer. Понятно, что такое. Вот. Соответственно, дальше мы пока еще никуда не выходили. Вот. Соответственно, на самом деле, со всеми чудесными и красивыми примерами random-based алгоритмов и quicksort на этом заканчиваются. Дальше нам надо будет углубляться в некоторую теорию. Начнем мы с углубления в теорию графов. Вот. Потому что следующий наш алгоритм, я думаю, что сегодня мы его уже не успеем, но следующий наш алгоритм будет касаться обработки графов. Так, quicksort знаете. Повторять не надо. Когда у нас мало, все получается очень быстро. Даже не ловко. Вот. Давайте, значит, углубимся в том, что такое граф и какие задачи с графами можно и нужно уметь решать. Значит, напомню. Граф — это абстрактная сущность, состоящая из вершин рёдор, которые можно нарисовать на доске. Точки, соединённые линиями. Графы бывают обычные, не ориентированные. Графы бывают ориентированные. Ориентированные, соответственно, каждое ребро имеет какое-то направление. мультиграфы, когда между двумя вершинами допустимо наличие нескольких рёдор. Особенно это актуально, опять же, для направленных графов, поскольку можно иметь ребро как из вершины из A в B, так из B в A. Есть понятие пути в графе. связанного графа. Связанный граф, соответственно, это граф, у которого между любыми двумя вершинами существует путь. Соответственно, если граф не является связанным, граф разваливается на компоненты связности, то есть на все вершины, группы вершин, составляющие связанный граф. Есть понятие в графе цикла. Цикл – это замкнутый путь. Соответственно, есть понятие дерево. Дерево – это связанный граф без циклов. На основе дерева мы, собственно, изучали понятие рекурсии и то, как считать сложность некоторого подвида рекурсивных алгоритмов. Собственно, давайте пообсуждаем, какие есть задачи, такие простые задачи над графами. Пока что мы не будем трогать раскраски. Это все будет чуть позже. Сейчас именно основные задачи. Основные задачи и следующие – это обход графа. Это нахождение кратчайшего пути в графе. Также это выделение основного дерева графа. Останавливаемся на подробнее, что каждая задача из себя представляет. Первая задача – обход графа. Мы хотим пройти по вершинам графа, посетив каждую вершину только один раз. Область применения достаточно очевидна. Она просто огромна. Это анализ всевозможных структурированных данных. Это поиск в каких-то связанных данных. В чем, почему мы хотим, почему так важно условие, что мы посещаем вершину ровно один раз. Потому что посещение вершины ровно один раз дает нам гарантированную линейность. Если мы будем расти количество посещений вершин в зависимости от равной аэрографии и так далее, мы можем утыкаться в более сложные формулы эффективности. Для этого гарантированная линейность дает нам хорошую эффективность. То есть мы точно знаем, что проход графа потребует от нас ровно n действий, где n количество вершин. Соответственно, есть два ключевых алгоритма. Это BFS, поиск глубину, поиск ширину по графу, вход графа. Про них мы тоже чуть позже расскажем. Дальше. Что такое поиск пути? Есть задача достаточно простая. Это поиск какого-то пути. То есть по входным данным, представляющим из себя две вершины A и B, получить, соответственно, некие true или false. Соответственно, есть ли между тем два вершины A и B. Есть задача более усложненная. Это задача поиска кратчайшего пути. Но для того, чтобы искать кратчайший путь, надо сначала определить, что такое кратчайший путь. Соответственно, обратно, надо взвесить. То есть каждое ребро у нас обретает вес, который в терминах, чтобы получить, соответственно, и в клидовый путь, она обозначает, допустим, просто длину ребра. Соответственно, кратчайший путь между двумя вершинами такой, что сумма весов фрега, по которым нам пришлось пройти, будет минимальна. Интерес в задачи начинает приобретать, когда веса становятся, например, отрицательными. Соответственно, это местами достаточно сильно воспринимает алгоритмы. Самый-самый ключевой алгоритм, о котором мы будем говорить, это алгоритм D-Extra. Это, собственно, алгоритм поиска кратчайшего пути. Используется повсеместно в компьютерных играх, например, когда наш некий искусственный интеллект начинает искать пути по карте. Часто используется именно D-Extra. Также будем рассматривать чуть более сложные алгоритмы, связанные с отрицательностью ребер, с повышением эффективности алгоритма D-Extra. И, соответственно, еще одна задача, которую я упомянул, основная, это задача выделения основного дерева. Что такое основное дерево? Понятно? Можно представить себе, что это может быть? Это тот граф, который является... Да, именно с деревом. Он включает себя в силе в шинели. Да, именно так. Оставных деревьев может быть много. Ну, по сути, оно, в случае, если граф сядин, оно 100% у нас есть, это понятно, да? Почему? Понятно? Почему? Если... Ну, на самом деле, все достаточно просто. Если граф связан, что нужно с ним сделать, чтобы получить из него дерево? Нужно избавить его от циклов, правильно? Это второе... То есть всего у нас два необходимых условия, чтобы граф был деревом. Это связанность, отсутствие циклов. Ну, естественно, избавить его от циклов. Давайте сделаем очень простую вещь. Мы... В данном случае это не алгоритм, а именно математическое объяснение. Мы возьмем... Пройдемся по всем ребрам нашего графа. Посмотрим, какие в нем есть циклы. И по очереди у каждого цикла... Ну, возьмем первый цикл, который мы нашли. Сотрем у него ребро. Вот, возьмем там... Давайте соединим. Возьмем второй цикл. Сотрем у него ребро. Одно, любое. Вот. Единственное условие, что на каждом стирании ребра нам надо еще раз проверить, что цикл по-прежнему является циклом. Потому что, стерев ребро в одном из циклов, мы могли, соответственно, возможно разрушить другой. Вот. Циклов понятно конечное число. Так что... Подобное действие, оно имеет право на существование. Почему не нарушится связность? Потому что, если мы удаляем любые циклы, то при этом связность не теряется, потому что остается второй маршрут. Да, тут остается цикл. По определению цикла это замкнутый маршрут, соответственно. Ну, то есть, как минимум один способ нахождения дерева мы нашли. И способов, получается, может быть очень много, потому что мы можем выбрать совершенно другое ребро, стереть его, получить другое остовное дерево. Опять же, интересной становится задачей поиска минимального остовного дерева. То есть, это поиск такого остовного дерева, что сумма весов вершин будет минимальной. Ну, весов, ребер, составляющих его. Можно весов вершин. Можно развить тему взвесить, допустим, не ребра, а вершины. И, соответственно, построить остовное дерево с минимальным весом вершин. Интересный вопрос, так сказать, на понимание абстрактности графов. Как можно свести задачи про построение остовного дерева по весам ребер, построение остовного дерева по весам вершин? Сумма ближайших ребер. Нет, нам надо по какому-то абстрактному просто. Мы умеем решать задачу про то, что у нас с какими-то весами мы можем найти минимальное дерево для любых весов. Минимальное дерево для ребер. Мы хотим найти и свести эту задачу к тому, чтобы найти минимальное дерево для взвешенных вершин, тоже с любыми вершинами. Это вопрос именно на осознание того, насколько граф – это абстрактная штука. Береги от взвешенных губеркций к взвешенную вершину. Ну да, то есть нам надо просто, мы умеем как бы строить для взвешенных ребра, хотим научиться, используя примерно тот же самый алгоритм, научиться строить для взвешенных вершин. Он может как-то абстрагировать вершину ребра, сказать, что вершина – это теперь ребра. Ребра – это теперь вершина. Есть гипертрафы, в которых гипертрафия может соединить произвольное количество вершин. Тогда можно просто перевести вершину ребра, а ребра – это вершина. А в случае, если мы ограничиваемся обычным граммом, то можно заменить каждое ребро двумя ребрами и вершиной, и назначить старым вершинам вес 0, а новым… Ну, соответственно, мы меняем и ставим, по сути, вершины с ребрами, да, и решаем задачу для тех же самых. Теперь вопрос – почему все, о чем мы говорим, это глупость? Ну, давайте подумаем, почему, когда мы вообще начинаем решать задачу про столное дерево с минимальным десным вершином, это, на самом деле, ересь. Извините меня за это. Потому что в любом случае в посты входят все решения. Естественно. Я просто проходил целую кучу собеседований, поэтому меня сейчас тянет на всякие вопросы с тонкостями. Да, это хорошо, вот, достаточно хорошее осознание. А можно поподробнее, я совсем понял, почему? А с определения основного дерева что такое? Что такое основное дерево? Только что выучили. Это дерево, которое входит в все вершины данного графа. То есть это дерево из ребра данного графа, куда выходит в все вершины данного графа. Естественно, если бы какое мы основное дерево выберем, суммарный вес вершин будет всегда константным, потому что это все вершины. Суммарный? Вот, поэтому говорить про какие-то минимальные штуки. Вот. Это то, о чем мы будем говорить дальше на графах. Начнем мы с обходов. Вот, но здесь нам понадобится еще немножко знания, которого нам не хватает, потому что для того, чтобы говорить об обходах, нам потребуется две замечательные структуры данных, которых у нас пока еще в активе нет. Структуры данных тоже основные. Называются они стэк и очередь. Что такое стэк, что такое очередь, знаете? Да. Очень тэк. Ну. По местности. Ну, очередь третья, но последний зашел, последний вышел. Да. Стэк первым зашел, последний вышел. Нет, это что-то... Нет, все правильно, как раз. Стэк первым зашел, вышел, последним. В общем, первым зашел, первым вышел. Соответственно, есть даже соответствующие описывающие паразиклы. Before? Да. Да. Соответственно, first in, first out, first in, last out. Вот. Поподробнее о том, как это все работает. Стэк — это, собственно, стопка. Соответственно, мы можем положить что-то на стэк. Вот. Мы можем снять что-то со стэка. Вот. Соответственно, получается, что мы... Вот у нас здесь какое-то сборище элементов. Вот. Мы их кладем в стэк. Мы кладем нулевой, первый, второй, третий. Мы кладем нулевой. На него кладем первый. Соответственно, на него кладем второй. На него кладем третий. Когда начинаем... То есть... Мы положили вот так. 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 Соответственно, метод push кладет на вершину стэка. Соответственно, когда мы начинаем снимать с вершины, мы снимаем сначала третий, потом второй, потом первый, потом нулевой. Вот. Соответственно, все достаточно просто. Очередь обладает примерно такой же структурой, только наоборот. То есть мы кладем точно так же нулевой элемент. Когда мы делаем push, мы кладем нулевой элемент. Делаем следующий push. Кладем, соответственно, первый элемент за нулевым. Второй элемент за первым. Третий элемент за вторым. Соответственно, когда мы начинаем снимать, мы снимаем в том же порядке, в котором. То есть мы сначала снимаем нулевой, потом первый, второй, потом третий. Две базовейших концепции структур данных. Давайте решим задачу. Да. То есть у нас институт просто как абстракция. То есть мы об реализации и как нет. Реализовать можно попробовать самим. Вот. Реализация она будет зависеть от языка, который вы используете. То есть там глобально ничего сложного нет. То есть на сыром оси и все плюс-плюс там реализуется по пределам нового экрана все. Вот. Это уже не относится непосредственно к алгоритмам. Алгоритм у них элементарный. Вот. Это вопрос именно технологии программирования. Их мы договорились изначально не рассматривать. Значит, это уже мы думаем количество времени. Давайте решим задачу на использование стека, например. Задача очень-очень простая. У нас есть на вход подана скобочная последовательность. Какие-то скобки. Вот строчка. Надо сказать, является ли эта скобочная последовательность правильной или нет. Ну, что такое неправильная скобочная последовательность, понятно. Например, правильная скобочная последовательность что-нибудь вот такое. То есть, где открывающие скобки не соответствуют закрывающим. Как мы это сделаем? Вот мы просто считываем с импута. Такие символы. Закрывающие скобки. То есть, мы начнем на стэк. У нас просто, допустим, если скобка одна, мы единичку. Скобка такая же, мы единичку. И у нас получилось на выходе, а если одна скобка, мы загоняем в стэк. Другая забираем. И на выходе должно получиться. Должен стэк остаться пустым. Да, естественно, если надо проверять, чтобы еще во время выполнения не вытаскивался из пустого стэка. Ну, это вопрос уже реализации стэка. Вот. Да. То есть, это действительно достаточно ярное замечание. Вот. Что теоретически, если у нас будет вот такая вот последняя скобка, если мы пытаемся сделать пустой стэк, это повод сразу отрезать false и, соответственно, закончить учитывание. Усложним задачу. Скобки бывают разные. Соответственно, каждый раз, когда мы забираем из стэка, вы должны проверять, там лежит тоже не открывающая скобка. Это значит, мы сломались. Ну, помимо все тех же условий. На пустоту стэка и на не снятие с false false. Соответственно, лучше класть числа. Потому что скномки... Да. Я говорю, класть – это какой-то идентификатор. Вот. Но идентификатор скобки может быть очень банальный. И, как бы, самый очевидный идентификатор скобки – это просто ASCII код этой скобки. То есть, мы можем в int-овый стэк класть чары, и там что-то мешает. Вот. Хорошо. Значит, как устроить стэк и как его использовать стало понятно, да? Теперь давайте обсудим, опять же, как устроен проход по графу. И сегодня мы на этом закончим. С следующего раза начнем с random basic графовых алгоритмов обсуждать. Поиск в ширину, поиск в глубину. Поиск в ширину – это про очередь. Поиск в глубину – это про стэк. Вот у нас есть какой-то граф. Таким-то вершинами циклами и так далее. Нам надо пройти по всем вершинам, желательно один раз. Тест на какие… Как реализован граф в принципе у нас в рамках нашего конкретного там языка, графы, гулятики, еще чего-нибудь. Не очень принципиально. Самое главное, что мы можем точно по данной вершине сказать, какие у нее есть соответственно вершины соседние, с которой она соединена, получить какие-то идентификаторы, по которым мы дальше сможем получить к ним доступ. Это, собственно, самое главное, что требуется в обходе. С чего, собственно, начнем? С чего надо начать обход графа? Выбор и начальную точку. Правильно. Надо выбрать какую-нибудь вершину. Например, это. Кажется, что, исходя из того, что алгоритм нам обещает обойти все вершины ровно один раз, на эффективность никакого образом не повлияет, какую вершину выбрали первую. Поэтому первую можно выбрать любую. Чтобы не заниматься кримитургами, можно первую по идентификатору, если у нас там лежит это в виде матрицы смертности, там вершину один, ноль. Вот, собственно, выбираем ее. Помечаем ее как посещенную. Все остальные вершины помечены как непосещенную. Что делаем дальше? Смотрим, в какие вершины она уходит. Выбираем список вершин, которые... Следующий путь. Все вершины. И, по-видимому, нам нужно выбрать два пути, потому что если точка не конечная, ну просто другая какая-то точка может быть изолированная. Если точка изолирована... В смысле изолирована? Ну, граф мы собираемся обходить связанный. Вот. Обойти не связанный граф, очевидно, не получится. Не, я имею в виду то, что мы сейчас выбираем путь, и вот если мы выбрали вон... Сейчас мы ищем не путь, сейчас мы попытаемся обойти вообще все вершины. А, понятно. Да. Сейчас мы просто хотим посетить каждую вершину. Ну, то есть, условно, задача наша, мы взяли какую-то абстракцию данных, которые мы сложили в граф, и мы хотим над каждым элементом этого графа сделать какое-то действие. Не знаю, хотим получить сумму всех элементов, всех вершин графа. Вот, соответственно, нам надо их все как-то пройти и прибавить результатов. На самом деле мы здесь заводим очередь. Мы берем и все вершины смежные с данными, но еще не посещённые, кладем в очередь. Дальше. Что мы делаем на каждом шаге алгоритма? Мы идем в нашу очередь, снимаем с головы вершину, помечаем ее, ну, допустим, вот эту вот, помечаем ее как посещённую, делаем какие-то действия, которые там нам нужны были, прибавляем куда-то еще что-то, берем все ее смежные с ней вершины, не помеченные как посещённые, и дописываем в конец очереди. Ясно. Соответственно, каждый следующий шаг алгоритма состоит ровно в этом. Мы снимаем с вершины, с головы очереди следующую вершину, делаем действие, помечаем как посещённую, докладываем все помеченные и все не помеченные смежные вершины в конец очереди. Соответственно, алгоритм устанавливается, когда мы не можем снять вершину с твоего очереди, потому что очередь пустая. Почему алгоритм завершился? Опять же, речь идет про смежный граф, о, связанный граф. Потому что мы раз или поздно пометим все вершины. Да, потому что каждый раз мы переводим одну из вершин в состояние не помечено, в состояние не помечено. Соответственно, каждый раз количество не помеченных вершин на каждом шагу уменьшается на один. Ну и здесь же можно сказать, что она уменьшается ровно на один всегда. Вот. Потому что, ну, из чего следует, что каждую вершину мы пометим ровно один раз. То есть, проведем наши действия, которые мы хотели ровно один раз. И, ну, то есть, цель будет достигнута. Мы прошли все вершины ровно на один раз. Кольску ширину. Вот вся его концепция. Пояс в глубину. Графы, наверное, уже есть. Ну, ладно, все никак. Здесь можно нарисовать направленный граф. Вот, пояс в ширину больше применим для ненаправленных графов. Пояс в глубину больше направленных. Здесь мы используем стэк. Давайте подумаем, что будет, если мы займемся... Ну, вот, как можно модифицировать предыдущий алгоритм так, чтобы вместо очереди у нас был стэк. Каким изменениям это приведет? Угу. 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 Крас除ен. Угу. Вам подарочки. Угу. Угу... Мы подбирайшимər nous. Угу мы над st Santi. Угу... У нас есть стэк. Что мы делаем? Делаем ровно то же самое. Правильно? Берем и кладем смежные вершины. Это стэк. Дальше мы снимаем от головы стэка вершину, кладем все ее смежные стэк. Снимаем от головы и кладем все ее смежные стэк не помечены. Все ровно то же самое случилось, потому что мы каждый раз переводим одну вершину Состояние не помеченное, состояние не помеченное. Соответственно, опять же каждый раз уменьшаем на один множество непомеченных вершин Обойдем все, стало быть, вершины. Посетим их все ровно один раз. Вопрос в чем разница? Это повод порисовать немножко. Что у нас будет происходить в обходе графа, когда мы будем идти по нему в ширину И что будет происходить, когда мы будем идти по нему в глубину Ответ на этот вопрос, он кроется в названиях алгоритмов на самом деле Ну то есть давайте просто... Там будет расширяться... Да-да, давайте сделаем следующим образом Кто-нибудь самый активный Сейчас берем, рисуем некий граф Побольше вершин, чтобы было поинтереснее Это очень большая вершина Такой вот граф Просто выйти и нарисовать, в каком порядке мы будем обходить... В каком порядке мы будем обходить вершины? При поиске в ширину и поиске в глубину Давай, Дашка Давай Не время не получится Он тебе так думает Сложно Надо всего-навсего просто сказать, сделать вид что-то интерпретарно Ну, сначала, что стек или очередь в один? Ну, сначала будет ширина, да, очередь Ну, начнем с большой вершины Ага Так, ну давайте я их сразу нумеровать буду Ну да Вот И... Здесь у нас как? Очередь Ооо, сейчас очередь Да Очередь рисовать сложнее, потому что она будет переболзать Ну, я думаю, да Значит, на начало Там у нас первая вершина, мы ее маркировали Ага После этого мы берем сельфорисмеженный Граф не очень хорош тем, что он, по сути, представляет собой запутанный цикл Но не менее Ну, может быть, она и больше Да Вот Берем две следующие вершины И кладем их в очередь После чего у нас... Ну, вершина один остается один, она уже помеченная Да, ее на самом деле нет, в твоей очереди Мы ее вот на нее не кладем, потому что она уже помеченная Ну да, в очереди Да То есть где-то мы не было Вот Дальше у нас следующая вершина Два Рядом с ней У нас вершина один уже помеченная И четыре Один у нас уже помеченная И кладем, кладем четыре 2 соответственно выкидываем, дальше у нас 3, поэтому мы находим смежность 3 и вот здесь видно, что мы от начальной пошли в ширину. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Ну то есть мы сначала перебираем все смежные к начальной вершине, потом по очереди перебираем смежные к ней. Соответственно рядом с третьей только одна новая вершина это 5, укидываем 3, остается 4 и 5, возвращаемся в другую сторону. Рядом с этой уже две новые вершины, 6 и 7. Соответственно добавляем их сюда, 4 выкидываем, возвращаемся к пятой, рядом с ней одна неизвестная новая вершина, 8. Ну и все следующие по очереди выкидываем, потому что у них не осталось механической вершины. Вот, то есть таким образом поиск ширину состоит в том, что мы по очереди перебрали всех смежных к нашей вершине, потом перебрали смежных к каждому из, соответственно, смежных к первой и так далее. Я, собственно, не рисовала остов, но он по порядку нумерации. Ну, остов, остов мы потом еще будем выдергивать. Как бы тральерс нам не даться сразу, остов на самом деле. То есть если в данном графе это еще может сработать, то в общем графе мы вполне можем пройти по циклу, когда нам что-то мешает. Мой вопрос. Что за хвостов? Ословное дерево, только что дали. А, ну и все. Вот. Кто нарисует нам пояс в глубину? Давайте. Саня, что-то сбежал? Да нет, нормально, как раз. Как раз хорошо. Ну, опять же, густей тоже был первым. Так, ну, в общем, снова смотрим, которые с ней соединяются. Два, три. Кладем сначала два, потом три. Вытаскиваем три, с ней четыре, и больше нет, там четыре. Да. Вытаскиваем четыре. Да. А, тут пять-шесть. Мы здесь находим пять-шесть. Потом вытаскиваем шесть, с ней семь. Тут восемь. Да. Убираем семь. Тут восемь. Тут восемь. Убираем восемь. И, ну, там уже убираем восемь и два. Ну, и пять и два. Ну, соответственно, мы прошли. И вот так. То есть мы, по сути, при поиске в глубину мы проходим полный путь, пока либо не замкнемся, либо не упремся в то, что у нас нету больше смежных непосещённых решений. Если, соответственно, то есть мы идём, при поиске в глубину мы прём, пока можем. Просто прокладываем путь, пока можем. Как только мы перестали, у нас ещё была возможность дальше прокладывать путь. Возвращаемся на один шаг назад и пытаемся пройти по другому пути. Естественно, если её тоже нет, то возвращаемся ещё на шаг назад и пытаемся пройти по другому пути. Так, до тех пор, пока не вернёмся в самое начало. Если мы вернулись в самое начало, значит, мы всё уже прошли. Вот. Соответственно, поиске в глубину он, как такая базовая модель того, как можно, соответственно, траверсить пути в графе. То есть самый простой алгоритм поиска пути, если мы не хотим выделять минимальный, это, по сути, DFS. Ну, то есть мы, грубо говоря, идём DFS, и в какой-то момент, если мы уткнулись в вершину таргетовую, то стал быть путь существует. Если не уткнулись, пути не существует. То есть алгоритм ровно такой же будет. Для чего можно применить такого самого очевидного поиска по ширину? Ну, вот так вот, с хода. Из того, что мы уже, в принципе, рассматривали на нашей. Ну, вот, что вот так приходит в голову, когда с каким, даже скажем так, типом графа очень удобно работать поиском ширину? Ну, вот, красивая-красивая картинка получается. Ну, в речи. Что? Ну, дерево, на самом деле. Потому что дерево как раз по ширину нам даёт обход дерева по уровням. Слева направо, слева направо. То есть, причём обход ширину нам будет гарантировать то, что мы будем обходить, его всегда на уровень замкнули. Вот. Ну, собственно, как-то так. Я думаю, что на сегодня всё. Сегодня у нас получилось без высокой науки вообще. Ну, не считая там немножко как сорта в самом начале. Но такие базовые понятия о том, что мы вообще будем делать с графами. Вот. Надо сказать, что вот эти два алгоритма поиск в ширину, поиск в глубину, это такая штука, которую надо уметь делать просто вот вообще с закрытыми глазами, на маркерной доске писать, на листке бумаги писать. Если хотите… Ну, то есть, это просто очень показательный алгоритм. Их категорически любят использовать всякие люди на всяких интервью. Вот. То есть, мой товарищ, который устраивался работать в Google, рассказал, там было, соответственно, пять интервью за один день уже очных. И каждое интервью начиналось с того, что интервьюер выходил и говорил, напишите мне DFS. Вот. То есть, это происходило вот пять раз за один день с каждыми его интервьюерами. Вот. Действительно, очень-очень важная штука. Вот. Очень много задач в программировании в жизни сводятся к графам. Очень много решений этих задач сводится к обходу этих графов. Вот. Поэтому… Попробуйте написать. Давайте небольшой пасскриптум. Как… Если вы будете пробовать написать, как положить граф? Как вообще… Ну… То есть, абстрактная сущность понятна, как его написать? Два пути. Один путь для… Это хороший для неориентированных графов. Второй путь хороший для ориентированных графов. Оба требуют квадратичной памяти от числа вершин. Ну, второй чуть поменьше. Первый. Матрица смежности. Что такое матрица? Мы нажали матриц, вроде табличка. Ну, по сути, да, табличка. Вот. Матриц мы даже умножали. Там был у нас, кстати, с Голл-стритом. Матрица смежности. Здесь у нас айдишники вершин. Соответственно, на месте ижи стоит единица, если между ижи, 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 ижи шины есть ребро. Нолик, если его нету. Вот. Соответственно, очень быстро понять, есть ли нет между двое вершин и ребро, чтобы увидеть, с какими вершинами данная вершина соединена, надо просто пройти соответствующую строчку. Соответственно, все вершины, у которых стоят единицы, будут для нее смежными. В случае графа ненаправленного матрица получается треугольная, симметричная. Ну, тогда вот понятно, что если между ижи есть, там между 0 и 1 есть ребро, то оно будет, соответственно, и там, и там стоять. Если мы говорим о направленном графе, соответственно, у нас может быть ребро из 0 в 1 есть, а из 1 в 0 нет. Соответственно, квадратичная память, все понятно. Вот. Второй способ хранения графа в памяти – это массив списков. Массив с идишниками вершин, из каждого идишника выходит список. Ну, тут направленный граф получился. Выходит список с вершинами. Которые смежные. Что? Которые смежные? Да. Именно так. Вот. Соответственно, чем хорошо быстро не надо проверсить все вершины, мы прямо сразу сходу имеем на руках список вершин, с которыми она смежная. Чем плохо, сказать по двум вершинам смежные они или нет, не так быстро. Потому что уже надо пробежать по какому-то списку. Соответственно, две базовых реализации графа выглядят такими. В зависимости от задачи можно придумать вообще. Там много разных способов реализовать. Но чаще всего используются именно такие. Соответственно, выбор состоит ровно в том, что мы этим чаще делаем. В принципе, для ненаправленных графов я правильно понимаю, что бы способы не оптимальные по памяти? Для ненаправленных графов оба способа, да. Получается... Ну, тут сложный вопрос, что значит не оптимальные. Они минимальные. Да. Они... Ну, в рамках каких-то задач минимальные не придумываются. То есть в рамках каких-то задач будет все равно достаточно оптимальным. То есть вопрос, что мы храним в вашем графе? Я имею ввиду, что в общем случае там, наконец, смежность два раза, что там, что там. Да, да, да. Вот. Соответственно, какой можно придумать вот сходу тоже абстрактный способ записать оптимально по памяти ненаправленный граф, неориентированный граф? Очень ужасно неудобно, но зато по памяти... Ну, например, хранить смежность только в том случае, если номер вершины больше... Ну, вот, например, если мы используем метод списков, то хранить только те, которые меньше, чем данные. Да. Или больше, соответственно. Да. Ужасно неудобно. Аналогично матрицы смежности хранить только в верхнем диагонале. Да. В смысле, все что лучше не нравится. С матрицы смежности, да, будет, более того, по доступу будет даже достаточно удобно, потому что все равно устройство матрицы ужасно неудобно в реализации будет. Ну, потому что либо выделять все равно матрицы, вот тогда какая разница. Ну, то есть это стоит спросить только какой-то очень специфической задачей, когда у нас куча-куча узлов и да, да, да. Вот, ну и есть еще самый банальный способ просто хранить массив ребер. Он тоже может быть неудобен в доступе. Он не может быть, он будет неудобен в доступе. Вот, потому что понять по двум вершинам, перебирать все ребра в поисках этих вершин, понять, какие вершины смертность данной, опять же, перебирать по всем ребрам. Вот, так что это самый плохой способ, наверное, в хранении графа. Опять, но не зависит от задачи. Тем не менее, да, все возможно. Вполне возможно, что и такой способ. Ну, то есть даже можно… То есть если у нас основная часть данных связана с ребрами, то есть, скажем, ребрами, какая структура вообще? Да. Более того, мы можем… Ну, можно его отсортировать. Можно его отсортировать. Мы можем хранить, если у нас есть одни и те же данные, в которых может быть много разных наборов ребер. Вот. То есть вариантов, в принципе, их очень много. Мы можем завести не массив, мы можем завести более сложные структуры. Хорошая очень структура, тоже мы будем об этом говорить. Дальше – это мэп для хранения списка ребер. Вот. Он, более того, нам даст там логарифмический поиск вместо линейного. Вот. То есть, в принципе, подходов тут может быть очень много, но, как бы, самая база вот такая. Рекомендую, опять же, попробовать написать. Все равно придется, если вы собираетесь этим заниматься. Так что, в принципе, сейчас, может быть, самое время сделать. Вот. Ладно. На сегодня все. Еще раз говорю, что сегодня мы из науки. Так, честно, так сказать, приближались по понятиям. Спасибо.